Ха-ха-ха! Привет, друзья, фикса, и добро пожаловать обратно Майнкрафт! Вы посмотрите, мы прямо сейчас находимся в какой-то непонятной сфере, и причём у нас включён режим креатива... Стоп, я... Мне показалось ли там было Катей? А! Привет! Привет! Милости, прошу к нашему шалашу! Нифига себе, шалаш стеклянный... О, а чё здесь кайфовая сторона? Да, а к этому ещё мы вернёмся! Дело в том, что сегодня мы с Акакем будем соревноваться в самых защищённых домах! Вы только посмотрите на эту гигантскую область! Нам нужно будет выбрать сторону и решить, какой самый защищённый дом мы будем строить! На это нам будет даваться всего 30 минут! А в конце... Что Акаки в конце? Мы должны будем попасть в дом друг друга, пробраться как секретные агенты, но... Почему я это должен был говорить, если я только сейчас здесь появился? Ты же знаешь, что мы здесь с тобой будем делать! А я проверял, насколько ты смышлёный! Ага, ты говорить не умеешь просто! Ну хоть читать умею! Друзья, если вам понравится эта новая рубрика, то не забудьте поставить ваш лайк! Порадуйте нас вашим лайком! Если мы наберём с вами больше двух лайков, я очень сильно обрадуюсь! А пока что... Можете мне открыть, пожалуйста? Благодарю! Нам прямо сейчас нужно будет выбрать сторону! У меня кайфовая сторона! Так, вообще-то крутые чуваки тусуются на некайфовой стороне! Ну и оставляют там свою надпись Help! А я пойду раков тогда кушать! Я понял, к чему это была отсылка! И к чему? Ну... К Мадагаскару! Хорошо, Глория, погнали! ...Давай, Мелман! Ну что как? Я завожу таймеры ровно на 30 минут! И спустя 30 минут мы показываем друг другу наши защищенные дома Окей, я готов! Я уже начинаю делать! Отсчёт пошёл на счет 3,2,1! Поехали! Ну что же, мне бы хотелось очень сильно здесь читерить, как в Битве строителей, но... к сожалению, нам придётся всё крафтить, и строить вручную! От этого будет намного интереснее, ведь сюда мы можем проявить весь наш креатив! У нас установлен всего лишь один мод, и это Security Craft, в котором существует очень много различных ловушек, которые нам как раз-таки помогут в создании защищённого дома. Но сначала, пожалуй, мы начнём с Бедрока. Нам нужно будет сделать сейчас основу нашего дома, и начнём её делать где-нибудь вот здесь вот посередине. Поставим одну опору сюда, а вторую куда-нибудь вот сюда. Теперь берём топорик, выделяем первый блок, поднимаемся выше, прописываем Walls, Бедрок. И у нас получается... Эм, что-то немножко не то. О, всё, вот теперь получилось. Я, конечно, начал чуть пораньше, но я знаю, для чего мы сейчас с вами всё это дело сделали, и почему я выделил всю эту область, и почему залил всё сразу лавой. Просто так он не сможет пробраться через это лавовое озеро, и поэтому надо будет сделать ему небольшое испытание. И я уже даже придумал что. Все же вы наверняка уже видели способ, то что можно пробираться через лавовое озеро с помощью обычных лодок. Ну и тогда я, пожалуй, прямо сейчас это сделаю. Основа у нас готова, теперь нам нужно будет с вами заменить пол, и, скорее всего, я заменю его нам сидят. Красота! Теперь, мне кажется, пришло время одного, наверное, из самых крутых, то что я мог вообще придумать. Я сделаю Бедроковый забор, как бы это банально не было, но лучше его всё-таки сделать. И сделаю я, наверное, его очень даже глубоким. Здесь, по углам, нам нужно будет сделать староживые башни, в которых будет кто-нибудь находиться. Выделяем первую область, выделяем вторую. Будем делать её из каменного кирпича. Красота! И теперь прописываем команду Волс Бедрок. Всё, готово. Теперь копируем это всё и вставляем по всем углам. С этой стороны и с этой стороны. В будущем мы поместим сюда каких-нибудь мобов. Надо бы тогда какую-нибудь ловушку здесь сделать. Например, фейковая земля. В принципе, подойдёт. А пока что предлагаю заняться слоями нашего защищённого дома. Мы всю вот эту местность сейчас просто заселим этой землёй с миной. Допустим, этот слой у нас будет занимать лава. Можно сделать его даже немножко побольше. Вот, двойной. Не, тройной. Да, красота. Мины здесь уже установлены. И ширину это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять блоков. Он не сможет допрыгнуть, находясь вот здесь. Так что всё хорошо. Теперь нужно пройтись по всему периметру. Сразу же за этим слоем мы сделаем вот такую штуку. Заменим это всё на песок. И поставим вокруг здесь кактус. Оставим повсюду очень много кактусов. Я решил сделать всё таким образом. Как только он пробирается через озеро лавы, он сразу же бежит сюда и добывает все деревья, которые здесь он только может добыть. Строит себе лестницу, пробирается наверх и думает, а как же мне туда попасть? Я же не допрыгну. Он видит там воду, он бежит к ней. Я надеюсь, что к этому времени у него останется хотя бы одна лодка. Он прыгает в воду, ставит сюда лодку и пробирается вот таким образом. Хитрый план. Если он не справится, будет очень даже обидно. Итак, слой из кактусов уже готов. Для начала нам нужно с вами сделать всё-таки сам дом. И построим его, наверное, мы сами из бедрока, почему бы нет. Следом сразу же за этими кактусами будет у нас ров из воды. Причём эта вода будет не обыкновенная, а специальная, которая фальшивая. И на самом деле является лавой, а не водой. Проверим, работает ли она. Да, отлично, урон она наносит великолепно. Окей, у нас с вами здесь всё готово, но я хочу сделать небольшой тайничок, который он вряд ли сможет найти. Сначала мы здесь с вами всё заставим досками. Так, всё готово, и потайной проход где-то вот здесь. Да. По сути, здесь можно допрыгнуть, если захотеть. Наша главная задача, чтобы дом был защищённый, но в него всё-таки можно было каким-то образом попасть. Если, конечно, у него хватит силёнок. Но здесь, например, без проблем можно перейти, смотря с какой стороны он будет идти. И теперь нам нужно бы с вами сделать механизм, который поможет нам всё с вами это дело активировать. Мне нужен липкий поршень. Мы с вами ставим его вот таким образом. И теперь нужны ступеньки. Это мы теперь с вами скопируем, чтобы на всякий случай продублировать где-нибудь вот здесь, например. Далее у нас в дело идут вот такие вот мины. Если я сейчас на них встану, то у меня ничего не будет, потому что эти мины мои. Но если на них встанет Акаки, то... Ох, мне кажется, здесь всё разорвётся вообще. Поэтому Акаке нужно быть предельно аккуратным в этом деле. О, нет. После этого мы с вами поставим вот такую вот одну интересную мину, которая называется Bouncing Betty. Дело в том, что если Акаки на неё ступит, то Акаки отправится далеко-далеко вверх. Что на самом деле не хотелось бы, чтобы происходило. Ведь я хочу посмотреть, как у нас будут проходить все остальные уровни этого защищённого дома. В следующем я хочу поставить паутину. И причём только не один слой, а целых два. И поднять её немножко повыше для того, чтобы он не видел, что дальше его ждут эти мины. Этого, мне кажется, он точно не ожидает. Да, сквозь эту паутину вообще не видно этих мин. Просто шикарно. Чтобы поймать Акаке, мы с вами поставим ещё клетки полностью вокруг нашего дома. Точно так же в два слоя. Как только он ступит на эти клетки, он сразу же окажется в ловушке. А если он оказывается в клетке, я придумал кое-что гениальное. Мы сделаем сверху вот такой вот забор. И верхний слой заменим, знаете на что? На наковальне. Если выводят ловушки, мы с вами уберём весь этот песок. И все наковальни упадут на него с разных сторон. Гениально и просто. У меня остаётся очень мало времени, поэтому я решил здесь по-быстрому кое-что придумать. Смотрите, здесь мы с вами, получается, поставим одну дверку. Где-нибудь, наверное, вот здесь. Дверь мы возьмём, получается, вот такую. И давайте зададим код. Я хочу задать код 2905999. Это, если что, мой день рождения. Проверим, знает ли он, когда у меня день рождения. Ну а здесь всё-таки мы с вами постолбим так. Мы не будем спамить, мы во фазах спавним сюда вот такие вот турели. Это на случай, если Акаки решит обмануть систему и просто простроится каким-то образом вверх. Турели сразу же его накажут. И чтобы сюда не жестеть, эти турели мы с вами поставим ещё по углам всей нашей ловушечной системы. Ну и, наверное, давайте поставим тогда здесь просто сундук защищённый. И надо бы ему задать код. Только вот какой-какой-какой. А я придумал 1096. Потом сами поймёте, к чему он. И также, напоследок, в самое начало сделаем ему небольшую головоломку. Ему придётся подумать, каким образом ему нужно будет сломать вот такой вот гигантский забор. О, нет, время закончилось. Ну и так как Фиксай ненавидит кнопки, я сюда положу очень много кнопок, благодаря которым только можно будет активировать это всё. Точнее, открыть эти двери. Так, отлично, господи, как же красиво выглядит моя база, я в шоке. А здесь оставим ему сундук, где кодом напишем дату моего дня рождения. И положим сюда как раз-таки эту штуку, при помощи которой он сможет сломать данный забор. Но точно так же ему нужно каким-то образом попасть сюда. Поэтому давайте проход сделаем вот с этой стороны, и код поставим точно такой же от двери. Интересно, сможете ли я как и догадаться, что код будет таким же? Это мы с вами и узнаем. Давайте-ка ещё с вами вот так вот повесим, на всякий случай, потому что мне кажется, недостаточно спрятано. Да, конечно, шедевр абстракционизма получается, но всё равно, хоть немножечко лучше становится. И давайте тогда добавим ковёр. Ну что же, я думал, что мы с вами готовы начинать. А как и... А? Время вышло. Серьёзно? Да, 30 минут уже прошло. Нифига себе. Ну, слушай, у меня практически готово, только осталось здесь ковёр положить. А, то есть ты ещё в конце решил что-то сделать? Ну я ковёр решил сделать. А, ну хорошо. Слушай, ковёр-самолёт, наверное? Хочешь полетать или что? Я что-то не понял. Что ты делаешь? Ну, если честно, особо не хочу. Так, давай ты, наверное, будешь первый тогда проходить то, что я тебе сейчас построил. Я не знаю, тебе понравится, не понравится, но приз тебе точно будет по душе. А, то есть ты мне приз ещё подготовил какой-то? Ну да, типа хранилище. А, хорошо. Тогда знаешь, я тоже что-нибудь сделаю такое. Ммм, чтобы такого сделать, вот так, думаю, будет нормально. Так, ещё вот так, потом вот так сюда, потом вот так и вот так. Всё, я тоже тебе сделал приз. Слушай, а можешь подлететь сюда вот, к куполу? Да, давай, хорошо. Только давай договоримся, что не смотрим на постройки друг друга пока что. Мне показалось ли это, ты посмотрел на мою постройку уже? Нет. Хорошо, а я не смотрю. Так, ага, всё понял. В смысле, что? Всё. Ты хочешь сделать ковёр такого же цвета, как и я? Нет. Вообще, что ты пристал ко мне? Я сейчас быстренько это делаю и можно будет уже всё начинать. Хорошо, я тогда жду. Я здесь. Привет. Привет. У меня всё готово. А у тебя готово? У меня тоже всё готово, да. У меня тоже готово. Всё, я пошёл тогда. Ох, ну погнали. Давай так, ты будешь проходить тогда сначала мой. Давай-ка за мной. Хорошо. Надо в самый низ спуститься. Господи, это что? Смотри, я решил построить базу, где будет для тебя испытание, а также логика. Ну и смекалка. И всё вообще, знание Майнкрафта, техника Майнкрафта, оружие Майнкрафта, секьюрити крафт Майнкрафта. Ага, я понял, хорошо. То есть нужно быть в выживании. Да, тебе нужно определённо быть в выживании. Слушай, ну я, кажется, придумал способ, как это всё пройти. Ладно, я пошутил. Дам подсказку, здесь есть то, что тебе надо. Вот прям здесь, рядышком? Да. Ну, холодно, холодно, хоть ты у лавы, ты всё равно замерзаешь. Ам, ладно, хорошо. Я вот вижу какой-то странный блок земли. Ну, сломай. Ам, окей, сундук. О, нет, ты серьёзно? Ты хочешь, чтобы я повторил этот трюк? Я тебе советую взять абсолютно все лодки, потому что они тебе ещё потребуются. Подожди, ты издеваешься? Ты же понимаешь, что с первого раза сделать это просто невозможно. Мировой рекорд Майнкрафта 40 блоков, а здесь, наверное, больше, чем 40. Нет, 50. Ладно, была, не была. Я, в принципе, думаю, готов. Давай, я всё подсчитал, там получается. То есть ты проверял? Да, у меня получилось с первого раза. Хорошо, поехали. Так, так, ага, ну да, конечно, да, 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 с первого раза. Попытка номер два. Молодец, я удивлён, что со второй попытки у тебя получилось. Молодец, красавчик. Я дыхание задержал просто что, как я это сделал? Офигеть. Это было круто. Да, а это первое только испытание. А, я буду спрятать, что будет дальше. Второе, тебе нужно пробраться туда. Ага, сейчас будем думать как. Итак, здесь у нас есть гигантская стена. Да, но подожди, опачки, а я могу ломать листву? Ты можешь ломать всё, что угодно, листву, но не землю. Хорошо. Можешь деревья ломать, можешь их добыть. А зачем мне это надо? Я что, буду крафтить что-то? Не знаю, можешь крафтить, можешь не крафтить. Мне даже разница. Или ты предлагаешь мне добыть все эти деревья, чтобы подняться наверх? Ну да, абсолютно каждое дерево, гений. Ну а почему бы, нет, кто его знает, что там задумал? Слушай, а ты близко, ты близко. Да? Если мог пойти сразу же с правой стороны. Ты даже до середины не дошёл. Понял. Давай так, я тебя сейчас даже замотивирую. Как только ты вот найдёшь способ, я расскажу анекдот. Эмм, хорошо. О, я вижу, я вижу, я вижу. А, погоди, нет, стоп, это самое начало. Не-не-не-не-не-не, ты правильно. Ты всего лишь раз, два, три раза повернул. Здесь какой-то механизм, как в швейцарских часах, что ли? Нет, у тебя шизофрения, зачем ты просто прибегал? Я не знаю, зачем, а как пройти-то тут? Бутрокова стена повсюду. И что, я тебе сказал, ты можешь добывать деревья. Ты можешь скрафтить лестницы себе. А-а-а, так-так-так, сразу и сказал бы, я ж не знал, какие правила. Да нет, это было бы неинтересно, ты бы не бежал всё время. Ну ладно, ладно, хорошо. Ты все лодки выкинул, да? А-а, нет. Оставь хотя бы одну. Хорошо. Так, лестницы значит крафтить, ага, понятно. Ой. Так, вот это вот нечестно, это не по правилам. Ладно, держи, держи, я забрал, я отдал, всё. Спасибо. Слушай, слушай, а можешь так же поломать, мне очень быстро и скинуть, а? Да, давай. Что, реально? Мне ничего не выпало. Капец. Ладно, может сейчас? Нет. Так, крафтчу, у меня 18 лестниц. О, идеально хватает, отлично. И вот я почти уже здесь, тадам! Стой! Стой, 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 стой. Я совершенно забыл тебя предупредить. Угадай, что это. Эм, это не похоже на обычные блоки, если честно, потому что это выглядит очень странно. Да, потому что это мины. А-а-а, вон оно как. Так, слушай, ну я вижу, что вон там, кажись, есть не мины, а обычные блоки. Да, только есть одно но. Выбраться из воды ты не сможешь. Почему? Тебе нужно приземлиться точно в воду и выбраться только благодаря лодке. Эм, хорошо. А-а-а! Господи! Что это было? Я, я испугался! Я тоже это... Ты-то думал, что оно так получится? А-а-а! Так, тихо. А-а-а! Да хватит! Что за жесть? Тихо. Поставил? Молодец. Поставил там, где надо. Это жесть, это очень тяжело. Да ё-моё! Я не думал, что у меня так хорошо получится. Так как это вообще? Так. А-а-а! Мне же теперь туда вообще никак не проникнуть. Давайте помогу даже, немножко здесь очищу местность, наверное. О, я придумал! Нет, не придумал. А-а-а! Как? Ладно, всё, я не буду тебя мучить. Давай, проходи. Жесть! Просто жесть! Как это пройти? О, слава богу. Эм, это всё? Нет. Там ещё домик есть. А почему здесь так много пространства? А я хотел здесь турели поставить, но я потом подумал, что ты и так настрадаешься, когда с минами будешь бороться. О, а как и не поздоровится тебе, когда ты увидишь мой дом. То есть ты аккуратно туда не иди, туда не иди. Эм, хорошо, то есть ты уже тебя проникнуть каким-то образом в эту комнату? Да, но что у тебя осталось? Лестницы пять штук. Пять штук? Ну тебе не хватит. Есть земля ещё. А, тогда хорошо, всё, давай. Всё, тогда проникаю. Чё, настолько легко и всё, и просто? Да. А ты чё думал, я тебе что-то сложное буду создавать? Красота, это ж я! Так, и чё, всё? Так, я надеюсь, ты не найдёшь кнопки. Какие? Ну тут спрятаны кнопки. Так, нашёл. Ага, ты зашёл не ту, ты нашёл не ту. Здесь есть кнопка, которая активирует механизм. Блин. А, стоп, я думал, что здесь она. Нет. Так, возможно, она где-то спрятана за этими флагами. Ты осмотрись, осмотрись, стой. О, нашёл рычаг. Только как его активировать, я не могу. Надо флаг сломать. Сломай. А! Эм. Тут у тебя есть теперь секретная дверь. Надо ввести код. Эм, я правильно понимаю, что код двадцатизначный? Нет. Код состоит из раз, два, три, четыре, восемь цифр. А нет, это 4, 5, 6, 7, 8? Нет. Стоп, а как я вообще пойму? Может, подсказка какая-нибудь есть? Ну, смотри. У тебя есть два варианта. Я тебе даю подсказку, а второй я тебе, ну, просто оставляю здесь на какое-то время. Ты перебираешь все пароли, которые только могут подойти и всё. А я даже не знаю, пароли могут быть какими угодно. А, дам подсказку. В этот день я вылупился на свет. Я так и думал, я так и думал. Ха-ха. Ну, это легко и просто. Как я мог вообще такое не забыть? Двадцать один, ноль три, тысяча девятьсот девяносто восемь. Фиксай. А? Ты специально меня решил состарить, да? Ну, да. Эм, двадцать девятого, ноль пятого, тысяча девятьсот девяносто девять. Да! Молодец. И стоять. Так. Тут есть одно но. Здесь есть три двери. Какую хочешь выбрать ты? Эм, вот эту. Хорошо. Я тебе расскажу тогда правила. На дне каждой двери, там есть ямочка небольшая, есть лавовое озеро. Ага. Абсолютно за каждой дверью это есть. Но за одной также спрятаны алмазы. Вау. Вот много алмазов. И тебе надо каким-то образом сейчас открыть эти двери. Но есть одно но. Я тебе дам всего лишь две попытки угадать правильную дверь. Мог бы дать одну, но мне кажется, ты не справишься. Кнопочки здесь находятся. Бери. Так, ненавижу кнопки, но... Две попытки, значит, да? Да. Меня немножко смущает, что вот эта дверь, она подсвечена чуть больше, чем эта. А эта светит ярче всех. Сказывается мне, что это обратная психология. Поэтому я открою самую темную дверь. Ха-ха-ха-ха-ха. И, как я понимаю, проиграю. Да. Хорошо. Обратная психология не сработала. Значит, я открою самую светлую дверь. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, и... Опачки. Еще один пароль. Да. 29 мая 05-1909. Нет, ладно. Тут я тебе дам подсказку. Здесь всего лишь четыре цифры. А, вообще... 1, 2, 3, 4. Нет. 0, 0, 0. Нет. С первой цифрой ты угадал. 1, 4, 7, 8. Тебе подсказку надо или сам попытаешься угадать? 1, 3, 4, 6. 1, 2, 2, 2. 1, 1, 1. На чем это основано вообще? Я не знаю, на чем это. Это на всем угодно может основано быть. Я тебе дам подсказку. Сколько мы с тобой общаемся в днях, столько и надо туда набрать. Нифига себе ты придумал. Мне понадобится калькулятор. 12 умножаем на 3. Получаем 36 месяцев. Дней. Теперь умножаем на 30. Получаем 1080 дней. Нет. Сколько точно дней в году? 365. 365 умножай. Каждый месяц уже по 30 дней. Февраль просто забыли про него. 10, 0, 96. Да. Все, я понял. Правильно. Один висок космоса. Куча алмазов. Ура. Я на самом деле думал, что ты будешь намного дольше проходить. Слушай, я думал, это будет намного легче. Вот так я скажу. Серьезно, сложно получилось? Да, это было очень сложно. Это было очень круто. Мне очень понравилось. Ребята, оценивайте в комментариях, насколько вам сильно понравилась постройка. Акаки. Ну, а мы пока что переходим к моей постройке. Ну, что же, на счет 3 готов? Да, готов. Давай, раз, два, три. А, ничего умнее не придумал. А, это тебе так кажется, Акаки. Ну, что же, переходи в режим выживания. Хорошо. И сейчас у тебя будет первая сдача. Понять, каким образом пробраться сквозь эту решетку. И подумать, с какой стороны это лучше всего сделать. А, здесь есть сундук, вижу. Да, 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 сундук. Пароль какой? Ты не поверишь, но у нас сошлось в том, что пароли у нас одинаковые. А, год рождения моего? Да, нет. Год твоего рождения? Да. Серьезно? Да. Самый простой. Молодец. Теперь выбери правильное место, где ты будешь как раз-таки... А что это? А что это? При помощи этой штуки ты сможешь сломать его. У тебя всего лишь будет 3 раза. 3 раза чего? 3 попытки? Да, 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 3 блока ты только сможешь сломать. Окей. То есть надо понять, где здесь будет намного безопаснее. Я так понял, вот это турели. Хорошо, значит здесь не будем ломать. Ага, тут еще и наковальни. Ты совсем что ли решил меня как в мультике про Тома и Джерри там раскручить? Да, 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 да. Подожди-ка. Либо здесь что-то не так, либо там можно пройти. Вот здесь видишь этот полублок какой-то? Не, 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 не обращай на это внимания, это случайно. А, а. Это собьет тебя с толку. А, блин, а как тогда проходить? Только 3 блока могу сломать. Да, это не важно как, тебе главное проникнуть внутрь. Хочу вот здесь сломать. О, так ломается. Ох, а теперь будет тяжело. Все, отдавай мне эту штучку теперь. Нет. Ну, в принципе, сразу больше ничего сломать не сможешь ею. Если я наступлю сюда, то мне хана, да? Ну, я не знаю, на что способны эти штуки. О, это было близко. Я вижу, там мины, да? Там мины. А, ты заметил все-таки. Блин, а как мне пройти их? Подожди, я же не ошибаюсь, это турели, да? Не знаю. Нет. Я не знаю, почему эти турели не работают, это подстава какая-то. Так я производитель этих турелей. Хорошо, теперь я должен найти где-то здесь проход, но здесь все обставлено этими минами. Да, да, да. И что мне тогда делать? Какать кверху. А, спасибо. А если я вот так вот пропрыгну и застряну? В принципе, неплохо у тебя получилось, Акакий. Я застряну, да? Да, абсолютно верно. А, ну ладно, нормально. Я думал, что они будут спускаться намного быстрее. Здесь реально все минами заставлено. Я должен забраться как-то наверх. Эх, Акакий, ты не успел. Ух ты, ё-моё. Хитрый жук, я понял. Но, возможно, я сейчас смогу тогда их поставить все равно. Может быть. И как это тебя спасет? Проберусь. Блин, можно это все сломать, пожалуйста? Нет, Акакий. Ты должен, походу, наступить на мину. Другого выхода нет. А я должен был наступать на мину, да? Ну ладно. Наступил так наступил. У меня ты выживал. А тут ты, гад такой, решил тротила побольше сделать. Почему? У меня сейчас приступ случится. Оно все сломалось. Мне даже сейчас просто интересно. Ладно, Акакий, все хорошо. Продолжай проходить. Продолжать? А здесь куда проходить-то дальше? Ой, отравленная вода, что ли? Да, да, ты что думал? Все. Так, пробрался. Это лазеры, как я понял. И теперь нужно найти как-то вход. Есть здесь где-то дверь. Да, эти лазеры тебя сожгут. Там нету, я здесь не пойду. Можно сказать, что ты уже точно не прошел мою базу. О, тут дверь. Кот. Какой кот? А кот очень похож на тот, который уже был. А на что он похож? Ну, он очень похож. Мне кажется, у тебя фантазии нет. Ты тот же самый сделал. Возможно. А, да. А теперь думай, как проникнуть. Чего? А как? Эти лазеры активируют данную дверь. Стойте пройти сквозь эти лазеры. А, ты прошел? Ладно. Ну все, каки? Поздравляю, ты пробрался в мою секретную базу. Держи, это твой приз. Ребят, давайте сейчас просто сравним подарки от меня и подарки от Фиксая. Это мой. Это его. И вот это еще до кучи. Реально, до кучи, на кучу и куда только можно. Я считаю, превосходно. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось данный ролик. Пишите в комментариях, какая база вам понравилась больше всего. Не забывайте подписываться на Акакия, ведь скоро у него будет ролик, где я приму участие. А для вас, друзья, Фиксая, так же Акакия. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующей серии, пока. Пока.